Три сценария достижения углеродной нейтральности к 2050 году были впервые представлены в августе. Однако два из них допускают использование ископаемого топлива. Кроме того, возникла полемика по поводу надежности данных, собранных зарубежными странами, которые комиссия по углеродной нейтральности при президенте использовала в качестве эталоном. В состав комиссии входит представитель правительства, общественных организаций и эксперты. Несколько членов комиссии подали в отставку, выразив несогласие с ее политикой. Один из ушедших в отставку 30 сентября членов комиссии, монах Попман, сказал, что у него возникло такое чувство, что он оказался лицом к лицу с глухой стеной, когда он слушал мнения, которыми обменивались участники. При этом его мнение было проигнорировано. Он призвал комиссию пересмотреть в сторону увеличения, неопределяемые на национальном уровне, квоты на выбросы углекислого газа, чтобы резко сократить их выбросы к 2030 году и достичь углеродной нейтральности до 2050 года. Аленстрон, участник Конвенции ООН об изменении климата, направил письмо правительству Республики Кореи, в котором призвал Сеул прекратить выбросы парниковых газов угольными электростанциями. Письмо подписали послы по климату семи стран, включая Великобританию и Канаду. Депутат Национального собрания Республики Корея Имиджа, член парламентского комитета по вопросам труда и окружающей среды, считает, что исполнительная власть должна разработать дорожную карту достижения углеродной нейтральности.